Всем привет! С вами Страйкс, мы продолжаем играть в Штормворкс. У нас вчера вышло большое обновление, дополнение точнее, ну и обновление тоже. И это повод начать новый сезон уже с двумя сразу дополнениями и строить новые постройки. Потому что добавили целый, еще один большой материк. Так как мы уже играли в карьеру и все там выучили, кроме больших гусениц, по-моему, все остальное у нас было изучено, поэтому я буду считать, что мы карьеру все прошли, короче говоря. Все у нас пройдено. Поэтому давайте создавать новый мир. Так, новый мир. Кстати, он дает какой-то уже сразу же порт, да? Вот у нас два DLC включено. Только здесь сделаем такой же 15 тысяч сид, чтобы просто легче было повторять его. Вот. Хотя, он, наверное, другой немножко загрузится, потому как они дополнение добавили. Вот. Делаем кастомный мир, потому что нам надо будет его видоизменить. И они нам сразу же, видите, кидают вот этот порт. Это самый лучший порт, который вообще есть в игре. Вот это вот. Вот. Потому что здесь... Так, где он? Где он? Где он? Где он? Вот это, да? Да. Здесь сразу же вот эта вот часть... Ну, короче, загрузимся, покажу. Просто кто не видел, поймет, почему он самый лучший. Вот. Вот. И давайте настроим. Настроим, настроим. Так, здесь... Это что у нас такое? По дефолту все оставим. Вот. Это у нас миссии, да? Добавим, чтобы видно было время и видно было награду. Далее идем. Далее у нас идет дурацкая вот этого торнадо, да? Поставим час, потому что оно реально бесит каждые 15 минут. Вот. После этого оружие. Оружие. Здесь все на максимум у нас, да? Тут что, 10 минут? Каждые 10 минут они появляются. Лодочки у нас стоят на максимум. 17 штук тут у нас. Так, аэропланы уменьшим. И вертолетики уменьшим. Где-то вот так вот, по одной штучке. Пока что авиация будет, чтобы не особо бесило. А лодочки противников у нас на все. Но тут все равно пишется, что максимально. То есть здесь то, что один ставишь, оно все равно будет больше. И то же самое здесь, когда при захвате базы, да? Там Х2, там у них все, Х4. Все увеличивается. По минутам ничего не меняем, все как есть. То есть вот здесь я это поставил побольше. Можно, конечно, меньше ставить. Но тут, видите, все равно общее количество увеличивается. Чтобы лодок противников было больше. Так, все. Мы вроде как все выбрали. 15 тысяч сид. Кто хочет такой же, повторяйте. И погнали играть. Ну и, соответственно, сейчас тоже уже, когда загрузимся в мир, отключим там все ненужное. Чтобы было тоже все по чесноку. То есть, несмотря на то, что у нас типа кастомный мир, у нас будет все, естественно, как надо. Все как надо. Вот. Давненько не было серий, но я был в Дискорде. Спасибо, ребята, огромное, кто там помогает. Вы очень-очень помогаете. Там сейчас уже ребята подключились. Ребят, серьезные ребята, тоже ютуберы. Пив там. Влад. Вы наверняка их ролики видели на ютубе, поэтому подключайтесь. Там мы и постройками делимся, и юмор там есть. Поэтому, когда нет серий, можно будет там пообщаться. Вчера, к примеру, ждали этого обнову, там я не знаю как. Просто все такие, дайте еще, это самое. 5 минут, еще 10 минут, там все. Там же на час, да? Да, они трансляцию выпустили, на час задержали. Сначала обещали в 7, потом оказалось, что в 8. По Москве. Так, ну давай 10 процентов, давай быстрее. Алло, подгружайся. Сейчас быстренько загрузимся, убираем все, что не нужно по настройкам, и быстренько смотрим остров. Так, вот такой вот у нас мен, менять в нем ничего не будет. Если что, мы можем потом поднакрутить. Он у нас вроде как с креатива, с выживания остался, таким же и остается. Так, сразу же заходим сюда и крутим, вертим. Во-первых, во-первых, я хочу, чтобы у нас суточки были подольше. Вот так пока поставим, да? Это мы пока оставляем, это мы оставляем, что нам не надо. Агрессивные животные, кстати, добавились, да? Монстры морские. То есть, по-моему, раньше здесь немножко по-другому было написано. Но агрессивных животных явно не было, потому что это у нас эти самые... Какие вон? Не было животных. А здесь животные есть, да. Да, я видел, есть козы, есть этот самый собаки, волки, медведь, корова и кто-то еще. А, лошадь еще есть, вот точно, лошадь. Так, что нам тут надо выключить? Я не помню. Так, естественно, мы... Сейчас загрузим. Открыты, да, все компоненты, естественно, потому что мы всю карьеру прошли. Так, урон лодки есть, урон дэмэдж есть, агрессивные животные, морские чудовища. Это я не знаю, что это за лайтинг. Бесконечные ресурсы, это что? NPC дэмэдж, вроде как все... А, во, карту надо открыть, вот, да. Карту. Открываем карту. Открываем карту, потому что надо сразу все видеть, где и что, потому что так поинтереснее будет. Все, я думаю, что больше нам ничего тут менять не надо. Да, время дня и ночи, все остается, как было. И мы сохраняемся. У нас новый сезон, мы начинаем его... Так, SGTV, ой, ну по-английски все. NG01. Все, вот так вот мы называемся и погнали. О, нам даже бутылку сразу дали. Смотрите. Так, здесь мы, если что, переоденемся. Здесь у нас что? Здесь у нас... Это, кстати, собака у меня, по-моему, тогда ждала. Здесь вот, вот, и вот. Кактус какой-то дали. Давай свет включим. Здесь где-то меня собачка ждала. Смотрите. Что у нас тут на территории? Давайте карту сразу же, да? У нас огромный порт. Это лучший порт вообще в игре. Его сразу же не просто так далее. Кстати, смотрим за... А, вот, обновили. Обновили. Наконец-то обновили. Или это... А, нет, это не то. Это просто сейв-зоны показывает. А я что-то вчера как раз отзыв писал. Говорю, нету захватываемой территории на новом острове. Вот это вот, представляете, сколько добавили. Вот у нас был вот такой клочок, а добавили вот это. Смотрите, в чем это. То, что сейв-зона, это понятно. Это какой-то ураган там, этот самый идет. Не в этом дело. Дело в другом. Вот у нас есть враги. Они теперь переместились. Они были сначала по умолчанию у нас вот здесь. Но вообще они рандомят. Вот, нам дали теперь базу вот здесь. Вот наша основная база. Ее придется защищать, получается. Мультиплеер, баз, плеер. Вот именно вот этот флажок. Вот это просто домик. У них то же самое. То есть изначально вот у них база. Да, флажочек. Вражеский. И вот домик. Флажочек. Они сейчас пойдут вот так. Все захватывает вот этот материк. Здесь получается, что вот это они могут захватить. Вот флажочек есть. Так, дальше. Вот здесь флажочки есть. И вообще на этом острове везде флажки. Ну и там дальше вот здесь. Вот видите, флажки, флажки всякие. Вот флажок, 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 флажок. А вот здесь флажков нету. Самое что интересно. То есть вот эта территория, я-то думал, мы там на танках будем гонять. А здесь, видите, флажков нету. Получается, сюда враги-то не доедут. С одной стороны, хорошо, но я почему-то думаю, что они дадут нам освоиться. Кстати, разрабы прям вообще красавцы. Они мало того, что выпилили обнову за копейки, можно сказать. Потому что дали сразу же огромную скидку на все продукты, на саму игру. Сейчас лучшее время, чтобы купить игру, ребят. И скидка на саму игру. Скидка на все DLC. Причем такая нормальная. И в итоге все за халяву уйдет. Вот. И, короче говоря, я думаю, что мы пока тут освоимся. И через пару обновлений, может быть, там к зиме, они сюда тоже флажки напихают. Здесь тоже будет наверняка. Потому что, ну, такая территория, надо воевать по-любому на наземке. Танчики всякие там и прочее. Так, смотрите. Что я хотел показать. Мы вот здесь, да? Смотри, здесь у нас получается порт на два корабля, ребята. Два корабля можно поставить. Дальше у нас идет огромная железная дорога. Вот эта вот огромная железная. Причем на ней можно ставить, как ребята уже подсказали, корабль такой здоровый. И сюда его тележка выкатывает. Видите, она железная дорога идет прямо в порт. В эту, на воду, в смысле. Можно подводные лодки выкатывать. Там все, все что угодно. И реально вот это вот больше, чем вот здесь. Там место реально огромное. И вот здесь еще есть док для самолета. Вот он, маленький ангар. Ну, как маленький. Там вмещается наш фтол. Там вмещается наш этот самый вертолет. То есть вот такой вот. То есть здесь получается и поезд, и самолет, и лодка. Идеально просто. И это стоило, знаете, сколько? 80 тысяч. Если покупать это изначально, а не стартовать здесь, это стоило бы вам 80 тысяч. Это очень мало. Так, тихо. Че, не надо никуда тревел? А, подожди. Подожди, подожди, подожди. Надо телепорт отключить. Какой тревел? Не надо никаких нам тревел. Где у нас телепорты? Алфа-стревел. Так, алти-репорт выключаем. И алфа-стревел. И вот это алти-репорт. Вот, фаст-тревел, да? Че-то так, что ли? Да, вот. Вроде как. Во, нету, да, никаких? Никаких тревелов у нас нету. Вот, все. Теперь по чесноку. Давайте теперь опять пересохраним. Покажу я вам лодочку. Лодочку, которую я начал строить. Вот у нас два этих самых. И смотрите, здесь они тоже добавили вот эту вот разгрузку. Материал ин. То есть это для того, чтобы разгружаться. Прям с корабля. Вообще отлично. Ну, конечно, не детские. Так, загрузимся. И покажу я вам лодку. Небольшой кораблик. Начнем с самых азов. С самых азов здесь подводную лодку начал строить. Вот такой вот я систему ракет сделал. Вот эту часть по мистер Инджерси делал, по гайду. Вот эти ракетки я в стиме взял. Это какие-то симпл, что-то там. Давайте покажу, как они называются. Если найду. Что-то там они такие. Компакт, симпл, что-то там. Небольшая ракетка. Я надеюсь, тут не лагает. Потому что что-то как-то фпс 25 всего. Так, где-то тут она была. Не вот эта или нет. Нет. Это все я тестирую. Здесь всякие штуки интересные. Всякие интересные штуки. Вот она. Вот компакт. Что-то там. Вот это миссл. Вот это она. Если просто кому интересно, какая ракетка здесь. Вот. В общем. Начал я строить. Строить военный корабль. Начал я с макета вот такого. Корпус первый. Корпус первый. Поехали. Корпус первый. Дальше я пошел его тестировать. Естественно. Дальше. Экспектирую. Это я ракеты как раз сюда на цепи и тестировал. Это вот мои были. А вот это я со стима взял. Прикольный тем, что здесь шесть. А не пять, как в моих. И здесь еще двенадцать. То есть серьезный запас. То есть небольшая такая вот будка. Но серьезно. Это я тестировал. Дальше пошел корпус второй. Я его уже начал делать с кабины мачты. Но видите, еще было немножко все по-другому. Здесь было вот так. Логика вся вот здесь. Никаких кают, никаких этих самых нет. Все пусто. Временные эти самые типа движки. И катался, посмотрел. Катался, смотрел. Это у нас корпус. Это корпус четыре. Я уже тут начал чутка окрасить. Чутка окрасить. Сделал такие вот отсеки под торпеды. Торпеды это тоже со стима. Со стим пака. Там пак по торпедам. Вот здесь тоже вся логика. Все наверху. Но здесь начал уже немножечко делить на такие каютки. Здесь балкончики появились и так далее. Давайте сразу последнюю версию загружу, чтобы показывать уже. Вот. Корпус семь уже. То есть уже много всего. Да, растет цена. Растет вот все. 218. Но будем учитывать. Сейчас пока деньги отключены. Будем учитывать то, что мы пришли с карьеры. У нас там было сколько? Больше. 200, по-моему, 90 тысяч у нас. И будем считать, что все те острова, которые мы покупали. А мы там за 100 тысяч покупали острова. По 50, по 80, по 40. Все это как бы нам прощается. Поэтому все нормально. Все по-честному. Потому что здесь мы острова никакие не покупаем. Кроме стандартного, который нам дали. Ну, вот это вот за 80 тысяч. Да. И все остальные острова, которые мы там покупали. Да. Будем считать, что это все в наш бюджет ушло. И мы можем себе позволить. Ну, у нас в любом случае было больше 290 тысяч. Поэтому, как говорится, можем себе позволить. Смотрите, что здесь у нас есть. Вооружение здесь небольшое. Небольшое, оно еще не доделано из основного. Здесь у нас идет 5 ракет. Вот. По радару. И вот это вот от Мистера Инджерси. Она тут поворачивается. Цель видит, пикает, мигает. Сообщает, что навелась. Ну, как навелась. Она довелась. То есть она не то, чтобы прям наводка. Она как бы просто нам развернула и примерно нацелилась. А дальше, как летит ракета, там уже, как говорится, на кого Бог пошлет. Вот. Иногда при большой качке, тряске в волнах, то ракета может, конечно, естественно, вверх улететь по траектории, либо в под воду уйти. Но это как бы вода. Это не самолет, который более плавно там летит, да? Легче попасть. Вот. Это на воде как бы такое. Смотрите, из основного, опять же, у нас тут идут торпедки. Четыре торпеды у нас. Вот. Давайте сразу покажу, чьи торпеды, потому что будут вопросы, чтобы я на них ответил. Потому что те, кто в дискорде, те я уже скидывал торпеды, но тот, кто будет смотреть неподписанный, да, есть такие. Тот по-любому спросит, а что за торпеды ты использовал? Вот. Вот эти. Вот. Вот этот пак. Вот эти вот торпеды. Тут разные. Тут есть такие-сякие. Вот здесь есть с дверьми, но я не использовал с дверьми. Я делал дверь сам. Дверь я делал сам. Я взял вот эти две торпеды, вместе сочленил, сделал дверь и присоединил. Вот. Но вот эти вот, вот этот автор, он очень круто делает. Так. Не то. Дайте мне мой корабль. Вот. Корпус 7. Четыре торпеды. Торпеды быстрые, хорошо попадают. То есть, если прилетит большой корабль, он, скорее всего, взорвется. Причем взорвется, прям сразу исчезнет. Если корабль более плотный, какой-то либо торпед куда-то непонятно ушла, то он взорвется. Ну, как это самое, загорится. Там пожар будет, но будет тонуть медленно. Вот. Вот такие вот торпедки. Дальше идет. У нас есть глубинки. Это, скорее всего, больше для мультиплеера. Потом выкинув стим. Потому как в сюжете, ну, вообще, в игре нету подводных лодок. Конечно, обидно, потому что было бы прям прикольно. Вот. Вот такие глубинки поставил. Это тоже со стима. И, по-моему, даже с того же, да, по-моему, с того же этого автора. Если не ошибаюсь, у которого торпеды. Вот. Они вот так вот выкидываются. Они были сделаны вот такой вот V-образный. Как немцы, не немцы. Короче, кто-то кидал. Ну, американцы, может быть, кидали глубинки. Такие вот штуки. Я не знаю, как оно там правильно называется на всех этих терминах. Ну, я их раздербалил, как говорится, эту постройку. И перевернул в свой вариант. Просто вот так вот сюда подчленив, вот этой вот штучкой, вот этим поршнем. И оно просто выкидывает сюда, и оно взрывается. Здесь есть таймер, который можно настроить, и оно будет взорваться. Вот. Поставил сюда еще чафа, но я еще их не подключал. Вот. Ну, и вот, получается, по вооружению у нас только раз, два, три. Три вида вооружения. Нам надо еще что-то поставить вот сюда. Вот две колоночки у нас есть. И, в принципе, еще корма свободная. Может быть, еще вот сюда можно зениточку какую-нибудь. Не зениточку, но какой-нибудь спаренный пулеметик поставить, что-то такое. Давайте по кораблю. Что у нас по кораблю? Сначала давай, наверное, по внутренностям, а потом уже загружу. У нас вот есть первый отсек. Вот такой вот он пустой. Внутри тоже пустой, но уже есть система откачки. Система откачки. Дальше у нас идет, как и в том нашем большом корабле, логика. Логика, кстати, давайте я покрашу вот эту штучку, потому что я ее увидел. Ой, только не вот это, а вот это. Чпуньк. Во, вот так. Покрасил. Вот. Это у нас показывает водичку. Да, вот водичка. Если есть водичка в отсеке, она будет гореть синим. Вот эта лампочка индикации. Здесь будет показывать, сколько воды этого. За это вот этот чип отвечает. Чип очень простой. Чип очень легкий. Здесь у нас идет индикатор. И здесь у нас идет сенсор. Получается, если у нас идет константа. Там 0,1, да? И, соответственно, сенсор. Больше чем. И выдавай сюда сигнал. Этот же сигнал мы можем использовать на помпы. И он же идет на помпы. Легко подключать. Легко использовать. Дальше, естественно, мы идем в наш любимый отсек балансировки. Это у нас стаб. Он, опять же, перекочевал из большого того корабля. По той же схеме рельсы. Рельсы катаются и нас стабилизируют. Буду ли я делать еще вертикальную стаб. Ну, то есть, вот такую рельсу, которая здесь катается, как у нас тоже в том корабле. Но это под вопросом. Также здесь идет система откачки. И далее у нас идет временный движок. Потому что я им пока не занимался. И две батареи. Ну, и, соответственно, джет винты. Вот. Есть этот самый гироскоп, чтобы, когда нас подкидывать на волнах, лодка балансировалась в вертикальное, точнее, горизонтальное положение. Вот. Здесь у нас также все вот эти вот под... Ну, сразу видно. Затопило, не затопило, да? Здесь у нас коридорчик. И можно смотреть торопеды вообще. Как они там себя поживают. Подключены ли. Видите, коннекторы. Вот. Винты. Затопило, не затопило. Здесь также есть система откачки. Потому что сюда набирается вода. То есть, если вот этот люк открыть, если он там как-то наклонился в бок, то можно залить сюда, да? И сразу же у нас индикация идет. Дальше идем сюда. То же самое индикация. Дверь залочена, чтобы не открыть случайно, потому что там же, скорее всего, вода будет. Здесь у нас такой небольшой коридорчик. Все закрыто дверьми. Здесь у нас также люк вот этот вот вниз, чтобы там ремонт делать какой-то, обслуживать. Люк сюда резервный. Вот. И лесенка наверх. Лесенка наверх. Здесь ничего не покрашено. Здесь у нас тоже все пока пусто. Это у нас на коридорчике. Здесь у нас такие вот балкончики, точнее, не коридоры, а балконы. Вот. Два балкона. Слева-права удобно, кстати, смотреть. Врагов искать там все такое. Вот. И основная, как бы, вот такая вот каюта большая. Здесь, скорее всего, будем тоже какие-то мониторы делать, там еще что-то. Вот. Пару чинилок. Здесь балкончики тоже есть. Сюда можно сделать спаренный пулемет какие-то обычные, такие небольшие поставить. Вот. И сюда идем. Как говорится, на корму. Здесь у нас везде, кстати, да, система откачки. Что здесь, что внизу вот это есть. То есть везде мы откачиваемся. Вот. И здесь вот стоят тоже помпы. Две помпы большие, они, в принципе, справляются. И стоит еще ручная помпа. Не знаем вообще, для чего она нужна. Ну, в смысле, справится ли она по эффективности, либо она афиг не нужна в этом плане. Но пусть будет. Раз ее добавили, почему бы нет. Вот. Ну и, соответственно, выходим на корму. Здесь пожаротушение. Здесь у нас заряжалка. Ну, опять же, видите, дисплей ничего не настроено. Ну и топливо. Топливо надо еще тоже этим заниматься. Потому что я думаю, либо сделать на джетах, либо сделать на дизеле. Либо вообще поставить ядерный реактор сюда самодельно. Тем более, там ПИФ выложил ролик, как его строить. Надо будет с этим всем разобраться. Здесь у нас штука по кнопочке открывается. Идем на боевую рубку. Ну, как бы, в наш кокпит. Здесь у нас не карта, точнее, а камера. Вот этот гимбл, который на стабилизаторе стоит. Камера, точнее, на гимбле. Потому что гимбл, это, по сути, стаб. И здесь у нас сонар идет. Здесь у нас радар. Сюда же дублируется сонар, чтобы видеть. И здесь камера с автопилотом. Камера с автопилотом классная. Могу поделиться. Камера очень классная. Ой, не камера, это карта. Вот сейчас, если она... Вот это, по-моему, карта, да? Нет, это автопилот. Это камера. Где у нас радар? Радар. Вот. Waypoint контроллер. Waypoint контроллер, он так называется в этом самом... В стиме. Можно его там найти. Очень классно. Я ее содрал с... Ой, что-то я закрыл. Я ее содрал с подводной лодки одной. Очень классно там. Мне очень понравилась как карта, потому что она подходит под автопилот. Вот. Ну и, соответственно, здесь у нас триммер. Свет включать. А, вот. Давайте сразу покажу свет, потому что свет у нас RGB-шный. RGB-шный свет. Где он есть? Вот этот, по-моему, нет. Вот этот. Да. Он тоже... Я его забрал с подводной... С той же подводной лодки. RGB-MAN-2 называется там. Не буду себе присваивать. Как говорится, не мое. Здесь у нас input, вот этот композитный, естественно, на RGB-шку лампочки. И какой-либо сигнал, ну, в нашем случае, баттон-кнопка, чтобы переключать. Он подводный. Чисто подводно-лодочный такой. То есть там, как у нас. Свет выключен. Свет белый. Свет красный. Свет синий. Как на подводной лодке. Вот. И вот такая вот схема. Здесь у нас получается... Ну, то есть я рассказывать особо не буду. Ну, то есть сюда... Вот эта вот кнопка, которая переключает туда-сюда. То есть... Да. И здесь у нас, если она... Ну, идет новый сигнал. Вот эта вот вся фигня за это отвечает. То у нас переключаются по RGB-шкам каналам. 128. Это у нас беленький. Red у нас идет 255. По R. RGB, да? По R. 255 у нас красный. По B. 255. Это у нас голубой. Зеленого тут нет. Если хотите зеленый, можно еще добавить зеленый. Тогда надо будет еще дописать. Вот. Ну, зеленый свет, это больше к вертолетам. Вот. Это что касается вот этого. И давайте сразу покажу, как я сделал лампочку. Здесь лампочка у меня еще есть. Где-то это моя лампочка. Лампочку. А ты где? Я тут переделывал RGB-шку тоже. Где я ее назвал? Только надо найти. Слайдеры. Вот. RGB-индикатор APVF. Это я. Это я уже делал. Что тут происходит? Я просто раздербанил тот код и просто переделал его. Здесь у нас получается алярм, радар, чтобы нам пищал, что у нас что-то нашлось, чтобы выдавал RGB-шку. Вот этот вот индикатор. Красный сигнал. Красный сигнал. На нас нацелились. Там либо враг в поле зрения, потому что мы, естественно, с врагами играем. У нас красный индикатор. Вот. Если у нас автопилот включен, у нас зеленый индикатор. И если у нас водичка по вот этому сенсору, у нас синий индикатор. Я считаю, очень нужная лампочка. Показывает все, что нужно. То есть, если у нас вода, то у нас будет синенький гореть. Если у нас враг, у нас будет красненький гореть. Если мы включили автопилот, у нас будет зелененький гореть. Вот. Здесь я думаю, что тоже все понятно. Здесь у нас идет green. Вот он. 255 по green. Да? Зелененький идет. Отсюда сигнал. Вот у нас получается белый подключен. Но по умолчанию он не включается, потому что он всегда какой-то либо сигнал подается. АП включается. Алярм включается. И вот этот... Где тут у нас? Где? Больше чем. Больше чем. Больше чем. А где? Где зеленый-то? Ой, это синий. Синий-синий-синий. Синий-синий иний. А, вот он. Вот он. Я просто рядом поставил, поэтому потерял. Вот он сенсор. Да? И вот она уставочка. Вот он. Больше чем. И он включается сюда. Соответственно, отсюда он идет. Это вот как раз синий. 255, да. Я его потерял, потому что он рядом слит. Все. Я думаю, по сенсорам показал, рассказал. Теперь давайте загрузимся, наверное. Что еще я тут должен был показать? Карту я показал. Эти все радары, все старые. А, вот. Давайте покажу, как сделана дверь вместе с ракетами, с торпедами. У нас дверь открывается, а торпеды выезжают. Взял я кодекс двери. Этого самого, как его, с двери. Вот, слайдер дур. С вертолета, видите, это вот мой код, аж слайдер дур. Аж я помечал все коды, которые с вертолетом связаны. Вот. Но мне подсказали, я потому что не знал, мне просто, точнее, объяснили, как работает вот этот капоситор. Вот, что он, это когда включено, это когда выключено, сигналы идут. И мне нужно было всего лишь поменять местами вот эти задержки, потому что у нас был наоборот. У нас здесь была задержка, здесь было, не было задержки. А здесь, ну, как бы, наоборот. Здесь получилось, что надо все перевернуть, то есть здесь сделать ноль, здесь сделать задержку, и здесь сделать, чтобы задержки не было, здесь задержку. То есть перевернуть местами, в отличие от вертолетов. Потому что там немножко другая логика работала по отодвиганию двери. Здесь нам надо, чтобы слайдер всегда затормаживался, а дверь была быстрее, потому что иначе у нас торпеда застревает. То есть нам надо, чтобы вот эта дверь открывалась, и вот эта вот штука выезжала позже двери. А в обратную сторону, наоборот, быстрее заезжала инвертировалась до а дверь затормаживалась так и еще я хотел чет показать как выстреливает мне помогли сделать помогли сделать их тихих тихо где-то тут у нас fire 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 вот где-то а вот ракет mx5 это я сделал такой кодик и мне тут тоже его подсказали подсказали с помощью вот этого обдауна то есть чтобы выстреливать по 1 закончилась потом следующий последующий свежий так вот подойдет также под выстреливание тех же чав of либо флайеров когда один кончился и надо выстреливать остальные вот в нашем случае здесь пять штук мы здесь поставили пятерочку здесь один одни ручку и соответственно если у нас один кончается у нас выстреливать следующий потом следующий потом следующий потом следующий а здесь у нас треш холода у нас 1 соответственно 2 3 4 5 ну и соответственно сколько их штук столько их и делать это если кому интересно как делать выстреливание ракеты так вроде бы все показал давайте загружаемся чтобы я по по остальному всему рассказал кстати теперь видите перебью видно у нас прямо здесь загружены ли мы koal уран дизель джетфуэл то есть теперь вот это добавили раньше такого не было раньше такого не было так тих 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 стоп работал не надо меня тут колбасить не надо все работало все спасало ничего не переворачивалась так я должен сигануть вот диск эти причал неудобный тем что он стивен сигал особо не попрыгаешь стрек ты просто 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 такой вообще форматный гений вообще геника на контента по разбиванию ягодиц так как бы мне туда залезть и отчалить отсюда от от причала немножечко так заходим сюда ой-ой-ой что-то у нас тут такое все на этим немножечко поддадим госку развернемся у нас кстати не настроены еще эти самые боковые винты как у нас было в той лодке на в целом вот видите волны но у нас да давай разворачиваем надоел это самая как его тихо 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 не надо мне как нет нет и это не царапай краску новую давай все нормально будь стоп держит несмотря на то что у нас волны хрен пойми какие давай 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 в этом в это побольше леску поддать о все короче у нас колбасит конечно но стоп в целом работает то есть можно вот здесь смотреть как он колбасит на 0 2 куда единичка двойка и вот у нас справа видно куда рельсы катается конечно это много рельс катается но в целом вот это вот слева это сенсор если он выдает не больше двойки это нормально то есть это такая скажем так не по рельсам хорошая такая качка вот с учетом волн больших да так вот кстати есть какой-то островочек давайте его плывем может он какой-нибудь ящик будет а подожди он даже выключен до бабло сики но все равно будем ящики собирать просто по фэншую так кстати тут мелко тут реально мелко единственное что вот смотрите на видите прям сразу оттуда идут рельсы на воду короче вот так вот он плавает целом общем нормально качка есть но в целом нормально так давайте мы только это что-то как-то я расслабился здесь же у нас вообще-то враги если чё если кто не в курсе эти мы хотя бы сколько-то там километров радар это включим хотя бы на пятерочку это первое второе сонар надо включить здесь у нас вот такая штука вот камера для чего я сделал сюда камеру чтобы когда-то тут сонаром юзы и чтобы ты видел вообще вы что происходит там на это за бортом а то можно как-то провафлить все это есть состояние это так здесь у нас что вот так вот хоба сонарчик так нам такой этот раньше не нужен мы сейчас делаем 10 километров вот по поводу сонара пив еще спрашивал вот это у нас глубина вот то есть 0 минус 20 минус 40 вот эта черта это наши помехи от нашего двигателя неважно чего но это то что у нас за кормой мы в любом случае делаем помехи мы докрутимся винты крутятся джет винты не важно обычные винты это наши помехи вот точечки появляются это соответственно враги либо какие-то объекты я не знаю и находит ли он акул и прочих всякие штуки так чуть запекала такое надо сделать еще это самое чтобы так по правому борту там какая-то хрена то так как у дамы вообще-то поплыли то она нормально принципе можно вот сюда пока сгонять вот включим мы сейчас давайте автопилоту настройка включается вот у нас загорелась штука и мы пошли по авто тихо 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 точно это надо сюда вбить все появился автопилот и мы пошли сюда автопилот работает как через вот эти а pset так и через вот эту карту то есть я могу так жахнуть и соответственно выбрать автопилотно вот то есть он будет будет понимать вот здесь мы устанавливаем стоп дистанция здесь сейчас нолик стоит чтобы он приближался вплотную можно любую стоп дистанцию поставить не надо вам там близко подъезжать поставить 100 метров и 100 метров то есть это такое-то пилот очень умный вот сейчас здесь у нас вот если идет черта вот такая пилинг да получается он его показывает это у нас как раз показывает направление откуда нас засекли вот то есть нас видят и к нам направляются вот если просто . то получается что вот какая-то хирота нам по правому борту она там дистанция то большая может быть она еще далеко у вас здесь надо быть аккуратно особенно сгребанной авиации авиация это шторм это просто кошмар для нас так мы прибываем на точку давайте выключим автопилот и выключим точку эту нафиг она я мог бы и здесь и и в принципе вот где тут вот красненькая clear она чистит так мы прибыли да давай остановимся вот эта штука это скидывать наши глубинки можно скинуть глубинки кстати я не знаю она сможет перевернуть если пока мы не движемся мы тут такие на наклонились давай скинем глубиночку просто продемонстрирую так лучше двери закрывать на всякий случай пожарно так чё за пикалка блин нет 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 это этот как его заправочный да по моему да это заправочный если я не ошибаюсь это не боевой он конечно похож на какой-то но мне кажется это заправочный а подожди нет заправочный по по-моему пожирнее будет но это не боевой так лан давай накрутим здесь какой-нибудь минус минус тихо-тихо тихо что за волна минус 10 метров каких-нибудь да здесь а здесь наверное минус не знаю минус да что такое минус 20 я не знаю правда есть там 100 стока метров здесь по-моему мелко так что-то нас колбасит прям так не по-детски ну нормально не стоп вроде держит давай потихонечку поедем чтобы нам все таки какая-то движуха была вот и не так тихо вот как вот так вот и что-то хотел я вам еще сказать ну давай скидывать а подожди я же хотел протусить там не место было местами стоп там же эти как его корабль какой-то затонувший был чего у нас тут кого он нашел я буду всего опасаться потому что у нас тут враги надо включить чтобы по этому ну изначально было все видите он нам сонар что-то находит вот а это корабль под водой скорее всего да она с какой-то глубине не показывает ну чё глубиночку жахнем вдруг там акулы какие-то были давай бульк полетела 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 бахнула я надеюсь нам пол корпуса не расфигачила давай вторую переключаем на вторую ну на первую точнее бам выкидываем полетела 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 глубже полетела глубже полетела бахнула да мы ее на 20 метров поставить можно было там на 30 на 40 поставить вот как то так вот так вот работают глубинки а то скажите глубинку не показал вот по поводу торпед смотрите открываем торпедный аппарат открываются вот эти штуки открывается торпедный аппарат выдвигается торпедный аппарат у нас естественно вода туда попадает да Вот, допустим, мы отстреляли, не отстреляли, закрыли торпедный аппарат У нас он уходит, дверь закрывается Естественно, вода туда попала Вода туда попала, можно это сразу видеть Вот здесь у нас пусто, все хорошо Идем сюда в отсек, видите, здесь везде все пусто Здесь у нас вода, вот она откачивается Вода, дверь закрыта, локет Чтобы в случае чего не открыть Вот она откачивается То есть по умолчанию она будет откачиваться Соответственно, вот такие вот индикаторы Здесь, правда, свет я еще не делал, да? Такие индикаторы есть везде Вот здесь индикатор, там индикатор Вот здесь индикаторы с каждой стороны Вот здесь индикатор тоже есть То есть все, где что может затопиться, везде есть индикатор То есть нам можно такой чек делать И смотреть, что у нас затопилось здесь вот тоже индикатор есть. Единственное, что вот сюда я в люк не поставил. Но это временно, опять же. Тихо-тихо, там еще какой-то объект. Так, что у нас тут? Какие-то три объекта нарисовались. Так, ну погнали, сгоняем. Что там, посмотрим, что у нас там внизу. Правда, у нас нифига нету по никаким светилкам ничего, потому что ну то такое, да? Только начало, как говорится. Погнали, сгоняем. Вот три объекта какие-то рисуют. По поводу глубины. Ну вот, чем, естественно, глубже, тем меньше я сигнал. Докуда он доходит. Так, ну пойдем посмотрим, что там вообще происходит. Я надеюсь, не... А, блин, у меня дайвинга нету. Ага, отплавал. Отплавал, дайвинга-то у меня нет. Вот, кстати, дверки. Смотрите, хопа. Точно, я же не взял дайвинг-костюм. Как я вам сплаваю-то? Это вам не это. Ну, в общем, демонстрация была. Показал. Что, как? Надо еще дорабатывать. Естественно, это просто тестовая версия, ребят. Это кораблик просто, как говорится, в режиме теста. Так, у нас где-то вот здесь у нас наш этот, да? Вот здесь, да? Вот сюда мы поставим. Троечку нажмем и давай разворачивай меня. Вот он зеленый. Все. Если есть... То есть, приоритет какой? Сейчас зеленый, да? Если вдруг у нас будет враг, он будет красный индикатор. Если у нас будет затопление, он будет синий индикатор. То есть, у нас приоритет будет меняться. Все. Мы, видите, у нас пилинг. Вот это вот наш курс, да? Точнее. Вот у нас он будет выстраиваться сейчас красный по синей линии. Удобная карта. Все хорошо. Здесь получается вот это отменить все. Вот это центрирует. То есть, по центру. Если мы куда-то сюда уехали, к примеру, да? Что-то здесь смотрели. Вот, кстати, железная дорога идет, которая на новый остров, да? Ой. Вот это лишнее, да? Я нарисовал лишнее. Если я хочу убрать лишнюю метку, вот я еще понатыкал тут всякие вот такие метки. Я хочу убрать. Я вот это вот рыженькой. Хоба. А, точнее, нет. Это спрямление на другую ветку. Обманул я вас. Центровка. Центровка. И давай сюда. Все. Вот так вот. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это разогнался, друг. А, все правильно. Я потому что по волне пошел, да? Сколько у нас скорость? 87 где-то было. По волнам там пошел. Нормально. Ну, как видите, вот они. Волны боковые. Стаб работает. Конечно, пошатывается. Но сейчас, как ребята писали, нет смысла балансировать, потому что он еще не доделан. Будут еще всякие рубки, переборки, конструкции. Вот здесь можно еще на носу что-то поставить. Вот где вот темно. Вот эта вот штучка. Ну, блин, не дотянусь. Ну, вот здесь, короче. Тоже что-то можно будет сделать. Ну, и, соответственно, там дальше уже стабилизирует, потому что сейчас нет смысла, иначе... Ну, он плюс-минус застабилизирован. Вот. Дистанцию показывается. Эту не показывается, потому что пока... Опа! Опа! Что происходит? По какому борту? А кого ты там нашел мне? А где враг? Я не понял. А кто захватил уже наш этот... Чего он мне врага показывает? Видите, он развернул у меня торпеды, ракеты, точнее. Не понял. Это же мой остров. Может, там кто-то есть у нас? Тихо-тихо-тихо. Я не вижу врага. Страйкс такой вообще пугливый. Да не, просто рельня. Или там вертолетик какой-то стоит? Нет? Нет, это дорога. Ну, короче, ладно. Погнали в порт. Что-то он мне среагировал. Ну, видите, среагировал, видите, и сразу... Несмотря на то, что мы были на автопилоте, мы шли, да? Как я и сказал. Мы шли на автопилоте, и он среагировал и выдал нам красный сигнал. Несмотря на то, что мы были на автопилоте. То есть, приоритеты у него стоят. То есть, если у нас враги, то враги. Если у нас, соответственно, затопление, то будет синенький мигать. Удобная штука. Надеюсь, показал, что хотел показать. Ну и, соответственно, допиливать будем кораблик-то. Вот. Тут еще с ним разбираться и разбираться. Давайте побыстрее чуть-чуть подъедем. Я ниже. Он где-то сюда показывал. Как будто здесь кто-то есть. Может, авиация, конечно, кошмарит. На обычных NPC, по-моему, радар этот не срабатывает. Поэтому, если он сработал, значит, тут реально враг где-то. Ну да ладно. Если есть, то есть. Будем воевать. Так. Волны, конечно, у нас тут то такие. Волны, дождь. Ну, нас встречает, как обычно, Штормворк своей самой замечательной погодой. Так. Давайте мы здесь припаркуемся. Здесь мы можем уже бахнуться. Можем, да? Вот. Вот такая вот у нас получилась вступительная серия, ребят. Вот такой вот у нас кораблик. Он не совсем еще боевой. Я бы даже сказал так. Это такая яхта Абрамовича. Она была еще короче. Была реально как яхта. Вот. Вот такой вот кораблик, но с каким-то там вооружением. То есть есть торпедки. Четыре торпеды. Это минус четыре корабля, если все попасть. Пять ракет. Вот это, ну, тоже большой корабль снесет пять ракет. Либо одна ракетка для маленького корабля. Она ей и достаточно, чтобы поразить маленькую такую катер военный. Кстати, он очень-очень противный. Он очень быстрый и очень далеко стреляет. В отличие от большого корабля, который может один раз бахнуть хорошо. Вот эти катера, ну, катера реально бесят. Вот. Поэтому против катера вот эти ракеты нормальные. У нас нету ничего против авиации. Надо еще какие-то пулеметики поставить вот здесь. Вот две штуки. Либо какие-то эти самые ракеты, крылатые ракеты, чтобы выпускать в космос вот отсюда. Вот. И сюда какая-нибудь еще пушечку либо сюда поставить. Вот. Естественно, без систем дозаряжания. Просто какую-то с пулеметиками поставим. Но это будем уже в следующей серии, скорее всего, делать. Ну, и допиливать потихонечку, помаленечку. Ну, и вы напишите в комментариях, что дальше, где что подкрутить, подвертеть, поставить, улучшить. Потому что вроде как я показал, что я хотел показать. Да, все показал, рассказал. Здесь еще пилить, пилить и пилить. Потому что это, как говорится, только начало. Времени я на него уже потратил много. Но, как говорится, предела тут совершенства нет. Все, ребят. Вот такая вот у нас была вступительная серия. Новый сезон. Первая серия. Увидимся в этом же сезоне. Вот. И будем дальше исследовать территорию. Мы сейчас просто прокатились. Я как бы демонстрировал кораблик. В следующей серии, скорее всего, либо уже по территории побегаем, да. Либо еще какой-нибудь там поезд загрузим. Потому что здесь у нас больше железной дороги. Есть заправки. Есть смысл делать машинки какие-то, да. Там самое. Добывать руду и так далее. Обязательно все в этом сезоне у нас будет. То есть у нас уже больше упор не на спасение какое-то. А больше ушли мы в тематику каких-то там боевых действий. И вот этого индустриального добычи ресурсов. Там вот эта вот транспортировка. То есть вот такая на Чиле, как говорится, на расслабоне. Вот. Все, ребят. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»